Зачем так, Альберт? Зачем ты буллитов довели? Такая игра, что с девочкой. Швейцарцы молодцы, они хорошие такие показывают. Они, по-моему, ни одну игру так в основное время не проиграли. Уграют ребята с самоотдачей, тактику выполняют тренер. Молодцы, но только похвала и уважение вызывает эту команду. Альберт, такие, извини меня, глупые ошибки. С чем связано? Первую шайбу, когда полутили, еще были пары моментов. Это волнение или наоборот какая-то расслабленность? Да ведь не расслабленность ни в коем случае. Может, где-то волнение. Может, где-то они просто знали, как мы будем раскатываться наши раскаты и где нас дочитали эти. В принципе, мы всегда такой раскат делали, а тут так получилось, что... Ну, просто полу и перехватили, и забили. Альберт, что говорил в 30-секундном перерыве в Ознаковке? Представляю, пожалуйста. Нам нужно, мы же пить в шатеров, большинство у нас было, рассказали, как в большинстве играть, и все, чтобы уходить. К сожалению, не добили. Молодцы все ребята, что не сдались, играли до последнего. И выиграли, вырвали победу. Так вы думаете, такую игру вообще реально шведов подыграть? Конечно, конечно, реально. Что-то, не лучше сыграли, чем мы с ним, а не так же выиграли в фигу-лифе. И шведов тот соперник, с которым мы можем, мы будем настраиваться и бороться. Альберт, ты видишь прогресс в игре нашей команды, вот от матча к матчу? Ну, вот наконец-то Миша их прорвала. Сейчас, ну, у него не будет, у нас все хорошо будет, они снидают много моментов. Вот сейчас начали забивать много. Но при этом обычная надежная оборона начала к чему-то сыпаться. Может, где-то усталость, что мы играем в семь защитников. Где-то, может, набралась усталость. В связи с этим завтра, вы как успеете отдохнуть? Успеем завтра, подготовлены к матчу конкретно. Кто выйдет на лёд, кто расскажет, кому не надо отдохнуть, кто подольше поспит. Это решат тренера, если кто-нибудь, что-то решит, скажет, как не будет. Вы готовьтесь на это. Сегодня...